Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске натушение пожаров, загораний и ликвидацию других, чья спасатели выезжали более 2,5 тысяч раз. На пожарах погибли 7 граждан, 26 пострадали. Около 200 человек были спасены и эвакуированы работниками МЧС из опасных зон. Далее подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник по неустановленной пока причине в столице горел рно лагуна. Сообщение о загорании автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Герасименко, в службу 101 поступило около 4 утра. Огнем были повреждены капот, крылья и моторный отсек машины. К счастью, никто не пострадал. Крупный пожар произошел в столице в среду днем. На первой землемерной улице загорелся деревянный сарай с машиной внутри. О возгорании спасателям сообщили очевидцы. По прибытии бойцов МЧС 20 квадратных метров хозпостройки находились во власти стихии. В результате инцидента было повреждено не только строение, но и находящееся внутри Волга. Причина возникновения пожара пока выясняется. По предварительной версии это поджог. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе минским спасателям дважды пришлось выезжать на помощь застрявшим щенкам. Первый случай произошел в четверг утром в гаражном кооперативе на улице Бехтерева. Небезразличная женщина позвонила в 101 и сообщила о двух щенках, которые застряли между металлическими гаражами. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента работникам МЧС удалось раздвинуть гаражи и спасти собак из металлического плена. Кстати, этим щенкам повезло. Их спасатели забрали с собой, отмыли, подлечили и накормили, после чего оставили у себя. Один из них поселился в минской квартире, другой переехал на постоянное место жительства в деревне. Второй случай произошел в воскресенье утром. Охранники предприятия «Интеграл» сообщили в дежурную службу МЧС о том, что на протяжении суток из водного коллектора доносится непрерывное щенячье скуление. Выяснилось, что два щенка пролезли в трубу диаметром 300 мм и застряли в водном коллекторе на глубине около двух метров. С помощью бензореза спасатели проделали в трубе отверстие и через него благополучно подняли сидящих на задвижке собак наверх. Ни один из них не пострадал. Отмечу, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. Каждый такой звонок с просьбой о помощи рассматривается индивидуально. И при наличии возможности спасатели откликаются на такие случаи. Минск чрезвычайный. Смертельная авария случилась в Минске в пятницу утром. Два человека погибли в ДТП в Зеленом Луге. Трагедия произошла на улице Сиды, где легковой автомобиль Мазда врезался в дерево. На месте аварии были обнаружены тела двух мужчин. Спасатели, прибывшие на место, провели работы по их деблокировке. В этот же день, но уже вечером, на улице газеты «Правда» в результате пожара был полностью поврежден легковой автомобиль «Рено». Из-за огня пострадали еще и три припаркованных рядом автомобиля. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в салоне французского хэтчбека. Каждый год горожане сталкиваются с так называемой осиной проблемой. Напомню, что на прошлой неделе на площадке детского сада в Гродно несколько малышей пострадали в результате атаки опасных насекомых. К сожалению, появилась уже и первая жертва жалищих. В Слудском районе на даче после укусов ос стала плохо женщине. Муж вызвал скорую, но спасти ее не удалось. По предварительной версии, она скончалась от анафилактического шока. Пик вызовов на ликвидацию осиных гнезд приходится на август-сентябрь. Это наиболее активное время для таких крылатых. Только за минувшую неделю минские спасатели более двух десятков раз выезжали на уничтожение гнезд шершней, шмелей и ос. Опять-таки, для МЧС уничтожение осиных гнезд не является прямой обязанностью. Не всегда это чрезвычайная ситуация. Но если насекомые угрожают жизни человека, особенно если это дети, работникам МЧС следует звонить незамедлительно. Поэтому спасатели всегда выезжают на ликвидацию гнезд насекомых в дошкольные учреждения, дома престарелых, инвалидов и больницы. Если же осы завелись непосредственно в жилье граждан, например, под оконными, карнизами или на балконе, то в большинстве случаев исправлять ситуацию придется самостоятельно самим домовладельцам. Если же гнездо появилось в местах общего пользования, тогда необходимо обращаться к коммунальщикам, так как решение вопросов санитарного состояния и избавление от насекомых входит в компетенцию собственника и баланса содержателя здания. Уважаемые слушатели, МЧС напоминает о необходимости постоянно следить за своим жильем и не допускать, чтобы опасные насекомые устраивали там свои гнезда. На сегодня это все. Хорошего дня и до встречи через неделю. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.